Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Ну что, пришло время подвести итоги февраля. Давайте посмотрим, чем я занималась и что у меня получилось сделать в феврале. Но перед тем, как перейти к рассмотрению процессов, я хотела бы озвучить тот факт, что на моем канале в феврале месяце вас, мои дорогие подписчики, стало 10 тысяч, и уже даже больше, чем 10 тысяч. Я этому очень-очень-очень рада, я вам благодарна, спасибо, что вы находитесь со мной, некоторые мои подписчики, и с самого начала, уже много лет. Мы друг друга поддерживаем, вы меня поддерживаете вашими советами, какой-то информацией, просто лайками и комментариями. Я надеюсь, что мои видео также вам приносят радость, и мы вместе с вами проводим наше время за вышивкой. С радостью и, конечно же, с пользой. Добро пожаловать всем новым подписчикам. Здравствуйте, девочки, мальчики. Очень рада, что вы на моем канале. Давайте дружить, и я надеюсь, я буду радовать вас новыми интересными видео. Итак, в феврале. Что же я навышивала и чем я занималась в феврале? Давайте начнем с завершенных процессов, которые у меня, в общем-то, маленькие, но они были очень трудоемкими. И я недавно выкладывала видео, и, конечно, вы уже поняли, о чем я говорю. Я говорю о вот этих вот бескорнюшках. Две замечательные бескорню. Это вышивалось по набору Риолис. Этот наборчик мне подарила моя рукодельная фея. Вот такая вот красота получилась. Очень мне нравятся вот эти маленькие штучки. Хочется сделать еще несколько. И вот в таком цветовом решении, безкорнюшка с мотыльками. Смотрите, какая красота. Я надеюсь, что сейчас их видно намного лучше, потому что когда я снимала видео, я начала-то утром, а закончила уже к вечеру, и освещение было, ну, не дневное, под лампами, поэтому, может быть, цвета были не очень удачными, может быть, где-то я не совсем хорошо настроила камеру, поэтому какое-то было искажение. Вот теперь я вам показываю. Вот такие две красивые бескорнюшки у меня получились в феврале месяце. Все, теперь буду ими пользоваться для таких процессов маленьких, где я не делаю органайзер для игол, а буду пользоваться бескорнем. Кстати, я моей бескорнюшкой-тыковкой пользуюсь вот именно как игольницей для булавочек, для швейных игол, для бисера и для вэкстича. В общем, она мне, для меня реально работает. Так, ну, что еще? Теперь хочу вам показать, что у меня, какие продвижения по моему совершенно новому процессу. Это подсолнухи, это сэмплер, Sunflower Sampler, очень интересный такой сэмплер. Вставлю картинку, где-то будет. О таком дизайне я говорю. Я показывала, что у меня там схемка не очень четкая, и, знаете, вот откликнулось сразу очень много девочек. В частности, Наталья Ревкина мне прислала отсканированную схему. Она более четкая, и вот я вышиваю по этой схеме. Вконтакте также мне девочки присылали ссылки на схему, поэтому вопрос со схемой он решился. Также я показывала, что я начала этот процесс. Это тканец Вальгард, по-моему, в Одинбург, 35-й каунт. Я уже не помню, я выточила с упаковки и уже забыла, что это за основа. Как только я стала вышивать, конечно, все красиво получается. Меленький такой рисунок. Но сейчас мне вам сложно показать в любом случае, потому что вот так на камеру снимаю. Я сниму отдельное видео, где я все расскажу подробно по этому процессу. Начала-начала я вышивать, и потом, когда я замерила вот этот участок, здесь половина по рамке вышита, я поняла, что мой процесс-то будет вообще маленький. Маленький, и такой вот маленький, микроскопический. И я не люблю вообще такие очень маленькие сюжеты. Зачем я вышиваю что-то? Вот такая вот картинка-рамочка. И я сразу побежала в свои запасы опять искать. Думаю, может, найду равномерку более крупного каунта, чтобы как-то там хоть к 16-му, если может быть к 14-му, чтобы было покрупней. Вот, искала-искала, и нашла кусочек. Он немножко получается, пока он тут покрупней. Вот такой цвет. Постараюсь вам показать два оттенка. Вот так. Он немножечко получается как бы потемней, за счет того, что там идут нити при плетении светлые и более темные. Поэтому получается цвет такой мешковины, но он очень такой приятный. Вроде бы и светленький, в то же время и он такой есть темные там ниточки, поэтому приятный, интересный цвет получается. Представляете, вот этот кусочек. Здесь вот такой кусочек небольшой. Этот кусочек я нашла в отрезах ткани, которые мне присылала в подарок, наверное, года 4 назад Инна Брудери. Она во Франции, по-моему, живет. Она как только пришла на YouTube, у нас YouTube только зарождался. Она сделала какой-то тег и всем участникам тега дарила подарки. Но у нас тогда было мало, там сколько, 5, не знаю, сколько человек, уже не помню. Вот. И я тоже принимала в этом теге участие. И тоже выиграла вот три отреза такой тканюшки разного оттенка. Там белая, вот эта серая и темно-коричневая, по-моему, я уже не помню. Три каких-то оттенка там было. Вот. И я нашла, значит, этот сверточек с тканями и посчитала. Ну, получается, чуточку покрупнее. Чуточку хотя бы немножко пусть будет покрупнее. Вот. Этого я навышивала за вчера. Всего лишь один день я вышивала. Честно скажу, для меня непросто. Нужно считать ниточки. Все это меленько. Нужен хороший свет. Глаза быстро устают. Есть еще здесь разные вот эти вот стежки. Взмерный стич. Вот. Я тут не совсем все вышивала по ключу, как правильно нужно вышивать. Взмерный стич. Потому что получается такой, ну, не просто крестик. Как будто шарик такой очень плотный. Мне надо было вышивать в 3-4 нитки. Я попробовала. Это вообще что-то такое, знаете, ну, как бы не под этот каунт. И поэтому я все вышивала в 2 нити. Но я не буду сейчас сдаваться подробностей. Потому что вам все равно не видно детально. Я сниму отдельно видео, где детально покажу конкретно вот эти стежки. Что я как вышивала. Может быть, кому-то будет интересно. Вот когда Елена Ветрова показала этот свой вышитый дизайн. Очень много девочек заразились именно этими подсолнухами. Я знаю, что, как бы, многие искали эту схему. И купить, и журналы. И тут такой проснулся, как бы, интерес к этому дизайну. Мне кажется, его будут сейчас много девочек вышивать. Вот. Я вышиваю на вот такой основе. Уже показала. Даже не знаю, как называется. Примерно это у меня получился 26-й каунт. Я так посчитала, как смогла посчитала 26-й каунт. Ну, мне кажется, будет симпатично. Вот. Значит, будет отдельное видео. Буду все подробно показывать. Уже рассказывать. И вы все посмотрите. Цвета, оттенки, как я вышивала. Так. Кстати, вышиваю. Вот еще один такой момент. Вернусь, опять же, к этому сэмплеру. Ниточки здесь ДМС и ПНК. ПНК просто великолепно подходят для сэмплеров. Прекрасные нитки. Просто супер. У меня и вся коллекция. Поэтому сэмплеры, идите ко мне. Мы будем с вами работать. Так. Следующий процесс. Следующий процесс. Это мой предкорбатный процесс одной нитки. Процесс пятиминутка. Мои утки от Домикрафт. Открываем полотно. Вот такое полотно. Вот. Как всегда, показываю сначала полотно. Напомнить, что это 60 на 40 ткань. Конечно, не полная зашивка, но все-таки большая здесь идет основа. Значит, с нанесенным рисунком. Я уже говорила, мне очень и очень понравилось вышивать по нанесенному фону. Легко, просто, удобно. Качественный фон. Мне очень понравилось. Честно, я не знаю, почему девочки некоторые покупают, смывают весь этот фон и вышивают по схеме. Ну, это же сложнее намного. И по вышитому, ой, извините, по напечатанному намного проще вышивать. Да, конечно, это тебя немножко сбивает в том плане, что, ну, как бы ты не видишь, как продвигается твоя работа, да, она вырастает на чистой белой основе. А уже как бы идешь по напечатанному. Но идет быстро, легко, не нужно смотреть в схему. И этот процесс я вышиваю либо вечером перед сном, с моей маленькой лампой. Кстати, я не нашла, куда ее прицепить. И вот так одеваю себе ее за шею. И тут выходит у меня лампочка. И она светит прямо так у меня на канву. И я одну-две ниточки. Все, максимум три нитки я вечером вышиваю. И утром, когда пью кофе, могу вышить одну нитку, максимум две. Вот таким образом эта работа у меня продвигается. И в этом месяце я вышила, ну, уже руку буду показывать, вот этот вот кусочек. Прилично. Вот так, для одной до двух ниточек. Вот здесь прилично. Я вам вставлю фотографии, покажу, что было в прошлом месяце для сравнения. Ну, а вот в этом месяце вот так вот, вот этот вот такой вот, сейчас, вот такой вот кусок я вышила. Хорошо идет процесс. Мне прям нравится. Я на него планов, как я говорила, не ставлю. Вот как он у меня идет, пусть так и идет. Сколько хочет лет, пусть идет. Главное, я его потихоньку вышиваю. Я не гонюсь его куда-то вешать. Просто мне нравится вот потихоньку его вышивать. Он у меня такая отдыхалочка. Вообще не напряжный класс. Следующий процесс вот в такой папке. Помните, я вам показывала мою организацию процесса. Вот, посмотрите, как у меня здесь все сложено и организовано. Обожаю эти папки. Они вот такие толстенькие. В смысле, есть здесь расстояние. На резиночках. Вот так. И туда помещается даже пака. Поэтому можно организовывать ваш процесс. И не один процесс. Сейчас мы вытащим. Дождите. Картинку я искала. Совы в лунном свете. Кастом крафтс. Вышиваю в совместном проекте от Ольги Хобби Арт. Такие разные совы. Такие они разные. И вот, что у меня получилось на сегодня. Вот так будем показывать. Вот, смотрите. Я перешла вот на этот ряд. Вышиваю я по рядам. По три квадратика вверх. Здесь я довышивала. Был вот так один лист. Здесь второй лист. А здесь будет третий лист. То есть они идут вот так. Листы вверх. И я потихоньку беру каждый лист. Делаю себе его. Складываю три квадрата вверх. Вышиваю. И потом откладываю лист. Чтобы продвигаться постепенно. Им потом можно было скручивать канву на станке. И вот таким образом двигаться. Посмотрите, какая красота получается. Очень-очень. Вот, сдалека особенно смотрится реалистично, как фотография. Здесь у меня вот появляется лапка второй совы. Так. Неудобно держать и показывать. А здесь... Да что ж такое. А вот здесь вот получается сова, которая сидит ближе к нам. Посмотрите, как красиво видны все перья. Окрас перьев. Вот эти вот точечки. Когда вышиваю, с близкого расстояния этого ничего не видно. Все какие-то вот... Один цвет. Синий-серый. Да. И очень тяжело здесь вышивать. Много одиночек. Сложно. Сложно идет. Вот. Но когда чуть-чуть подальше отойдешь, смотришь, боже, какая красота. Прям фотография. И вот я полюбила этот эффект. Полюбила кастом крафт. Я надеюсь, что наборы, схемы кастом крафт будут прибывать к моим запасам. Мои запасы. И я буду вышивать кастом крафт. Мне очень понравилось. В принципе, вышивается это просто. Единственное, есть некоторые схемы, вот как эта. Здесь нельзя вышивать для меня парковкой, потому что цвета все такие одинаковые, что просто не видно, какой цвет ты вышел. И я вышиваю по цветам в пределах трех квадратов. То есть я беру вот такую себе линию из трех квадратов. Вот так беру одну нитку и полностью вышиваю все цвета на территории этих трех квадратов. И потом куда-то парку. И вот так цвет за цветом, нитка за ниткой я вышиваю по три квадратика и потом перемещаюсь. Немножко я уже привыкла к схеме, процесс у меня пошел шустренько и бодренько. Единственное, вот на совах я торможу, потому что там много очень одиночек. Они все как-то разбросанные, какие-то крестики теряются. Нужно потом опять закреплять заново нитку, опять что-то вышивать. В общем, медленно идет процесс. И знаете, долго я вышивать не могу этот процесс. Вот пять дней максимум и все. У меня уже, знаете, там, когда человек кипит, уже все, хватит. Хватит одиночек. Другой процесс. Слава Богу, у меня их много, поэтому есть на что переключаться. И вот, вот примерно отсюда и до отсюда я вышила за пять дней. Это хорошо. Здесь больше пяти тысяч крестиков. Поэтому вроде бы как бы жаловаться это и не на что. Ну, здесь с учетом субботы-воскресенья, потому что в будний день я столько не вышиваю. А за субботу-воскресенье я могу вышить много. Вот, поэтому есть у меня вот продвижение в этом месяце по моим совам. Я рада, что двигаются процессы. Ну и давайте перейдем еще к одному процессу. Следующий процесс хранится вот в такой коробочке. Это Икея. Здесь был комплект. Большая коробка и две маленькие коробочки. И вот эта большая коробка, она удивительно хорошо подходит для организации проектов. Особенно с органайзерами для игл пака. Потому что они высокие. И их, ну вот, как хранить, они пылятся. Не знаешь, куда их пристроить. А здесь по высоте идеально они становятся. И крышка закрывается. Ну, сейчас она мне открыта, потому что я там уже что-то мне искала. Что-то искала. Вот. Чтобы вам показать. Опять же, вы вот совсем недавно видели. Но так как у меня отчет за месяц, я вам все-таки еще раз покажу. И озвучу. Это мой заяц. Заяц от Лансвит. Заяц. Который двигается, очень медленно двигается. Очень-очень медленно двигается. Я его мучаю, мучаю моего зайку. Но я вот хочу, так сказать, громко заявить, может быть, чтобы мне потом было стыдно, если я не сдержу своего словообещания. Я хочу его в марте месяце вышить, добить. Вот в марте месяце, это прям вот моя цель такая, знаете, вот, ну обязательно мне нужно его зашить. Дошить. Практически половина. Практически. Осталось чуть-чуть вот тут вышить и бэкстич. Это половина. Вторая половина идет легче. Я уверена, там и меньше идет насыщенность каких-то деталей. Схема легче, неполная совсем зашивка. Поэтому, ну, за месяц я должна справиться с этой работой. То есть я поставлю ее сейчас на станок. Прямо вот после видео. И займусь вот именно зайцем. В промежутках что-то я себе буду позволять. Вот из вот таких вот ручных процессов, как сэмплер или мои утки, которые не нужно брать и ставить на станок. Но станок я трогать уже не буду. Хотя, конечно, мне в марте тоже нужно будет отчитаться по совам. Поэтому нужно будет как-то спланировать свой график и успеть. Вот как можно какой-то процесс дошить, вот если вот нужно. Нужно его планировать. Нужно обязательно пользоваться разметкой. Разметка это границы. А значит, можно выделить себе какой-то участок. И нужно вот, когда вы садитесь за вышивку, прям ставить себе цель, что вышить вот столько, 400, 500, 600 крестиков. И стараться их осилить. И находить вот каждую минутку. И прям вот вышивать вашу норму. И вы тогда посмотрите, как процесс у вас полетит. А еще хорошо записаться в какую-нибудь игру, чтобы вы каждый вечер где-то отчитывались. И какие-то, не знаю, может быть, марафоны. И посмотрите, процесс у вас вышится. Вы даже не поймете, как вы его вышили. Вот. И я хочу тоже воспользоваться этой технологией. Воспользоваться тоже этим методом. И поставлю на станок. И буду вот каждый день прям себе ставить цель, план. И не буду смотреть налево-направо на другие процессы. Только вот по совам мне нужно будет отчитаться. Тоже что-то как-то вышить. Ну и я надеюсь, что в месяц я уложусь. Потому что уже все. Заяц в марте должен быть добит. Так, ну что. И переходим к самому масштабному процессу. Самому масштабному моему начинанию вообще за историю всей моей вышивки. И этот процесс вызвал очень много комментариев. Разных комментариев. И это... Давайте перейдем посмотрим. И это процесс по схеме вышивай.ру в поисках золота 2. Да, вот он. Давайте я вам покажу, что у меня получилось вышить. Вот такой вот кусочек. Здесь практически вышит лист. Практически вышит лист. Всего в схеме 16 листов. Этот лист я вышивала 5 дней почти. Да, 5 дней почти лист. То есть за неделю я могла бы вышить лист. Причем я вышивала по схеме. Это очень сложно. Мне кто-то написал, Юля, ты что, ты герой? Зачем ты вышиваешь по этой схеме? А, Светлана Волкова. Я говорю, у меня нет электронной схемы, не нашла. И Светлана Волкова сразу мне прислала схему в Паттермейкер. Я посмотрела, все нормально у меня открывается. И буду вышивать теперь по электронной схеме Паттермейкер. Светлана, большое-большое тебе спасибо. Ты спасла меня и мой проект. Кстати, если кто-то не знает, Светлана Волкова, она специалист по программе Паттермейкер и по другим программам для вышивки. На ее канале очень много интересных уроков, мастер-классов, очень понятных уроков, как настроить для себя программу, как распечатать, как поменять какие-то цвета и что-то еще сделать. Я оставлю ссылочку, обязательно переходите, учитесь, смотрите. Очень доступные уроки, интересно все излагается. И вот у Светланы Волковой я, когда начинала заниматься вышивкой, училась именно работать с программой Паттермейкер. Раньше вышивала по программе. Ну, сейчас у меня схемы такие простые, я уже по ним быстро вышиваю. А вот для этой работы обязательно нужно по электронной схеме, иначе вот так вот пальчиком выискивать значочки. Для меня это будет полжизни, полвечности. Вот, теперь буду пользоваться программой. Ну, вот, несмотря на вот такой вот метод по старинке с пальчиком выискивать значочки, вот, за 5 дней практически лист. Вот, да, конечно, сейчас немножко смотрится, ну, немножко размыто, потому что это совсем такой низ схемы, картины, рисунок, там немножко он и есть размытый, поэтому непонятно. Есть немножко просвет, немножко есть просвет. Вышиваю, кстати, полукрестом в три нитки. Немножко есть просвет, но я почитала в инструкцию, что автор не советует брать темную канво, потому что очень тяжело вышивать, и я согласна. Вот, я не вижу в этом проблемы, то, что есть небольшой просвет. Если потом сделать задничек темный, все натянется, будет хорошо. Дальше у меня стояла проблема, как же я буду организовывать даже этот процесс, так как у меня нет большого станка, но я нашла, у меня есть рама на 60 сантиметров, и мой станок позволяет туда поставить раму на 60 сантиметров, но вот единственное, мне тогда нужно будет очень хорошо отрезать канву, слева и справа подрезать и оставить маленькие поля. Я пока думаю, не совсем готова я на такие действия, хотя, скорее всего, придется это делать, иначе будет сложно вышивать. Канва жесткая, и если чуть-чуть даже подвернуть, сразу это будет бугриться, это будет вот, ну, вы понимаете, натяжки не будет. Не знаю, как я еще приспособлюсь, это будет тоже отдельное видео, когда я приступлю к этому процессу, я сниму отдельное видео, как я буду крепить на раму. Я показывала видео о покупках, где купила такие липучки, буду пробовать крепить ткань на липучки, вот, в общем, буду что-то выдумывать. И самый вот такой момент, который я хотела рассказать по данному процессу, это нитки. Вот с нитками у меня произошел просто шок какой-то, и я, знаете, это было трудно пережить. Первый раз у меня такое произошло. Нитки вроде бы ДМС с этикетками, этикетки я, кстати, мне выбросила, когда перематывала, потом их посмотрела, там этикетки есть, они так совсем, скажем так, оригинальные, где идет на французском и английском, что это только для Евросоюза. Эти нитки всегда, они очень-очень хорошие. Ну и потом нитки обычные, которые идут и на российский рынок, там есть разные значки. Вот. Тоже вроде бы этикетки все нормальные, код соответствует. Но нитки, они так сильно путались. Я не знаю, от чего это зависит, что с ними и вот при вышивке. Они так сильно путались. И я, когда вот дошила вот этот кусок, почему я остановилась, они все там вот на этих планшетках, они вот запутались, вот такими узлами, просто все узлами запутались. И я вот вытащила их и стала каждую пасму снимать вот с планшетки, выравнивать по одной ниточке, по одной пасмочке. До часу ночи сидела, разбирала их, выравнивала, заплетала косички. Я ставлю им фотографии, даже сфотографировала этот весь ужас. Вот такими узлами они там связались. Я просто в шоке была. У меня таких ниток за всю историю никогда не было. Что за нитки, что с ними случилось? Лежали в упаковке, я их не открывала. Вот даже я не могу представить, как таком может, могло произойти. Мне советовали девочки перемотать на бобинки, но я не люблю этот процесс. Взял бобинку, отмотал нитку, замотал нитку, положил бобинку. Я люблю на планшетках, вытянул себе ниточку, ставил иголку и пошел вышивать. Вот я сейчас завязала их в косы, если не будет неудобно опять работать с этими планшетками, я перевешу на дубко, на пако, я не знаю, я буду пробовать, но ниток было много, и разбирать было их сложно, и вот опять потом их перевешивать. Не люблю я вот эти все движения, по тысячу раз переорганизовать процессы, забирать много времени, хочется вышивать, а тут сиди до часу ночи, нитки разбираю. Ну, в общем, такие мои первые ощущения, вообще переживания. Ну, что сказать, я рада, что я немножко надкусила этот процесс, я посмотрела вообще, с чем я имею дело, что за канва, какая схема, какие нитки, вам показала, вы мне свои советы дали, схему мне вот прислали, вот уже полорганизации готова. Ну, теперь нужно дошить зайца, в первую очередь, заяц, ну, а потом я уже буду браться за эту работу, и потихоньку буду вышивать, может по одному листу, пусть вышивается, в принципе, если по одному листу за неделю вышивать, вот, можно за полтора года вышить, дай бог, конечно бы так, вот, ну, в принципе, получается, работа-то не сильно-то страшная, главное, все пробовать, а то вот так, знаете, нас страшат, страшат, вот как Алина сейчас вышивает свою Москву, и тоже все говорили, ты, я там в одну ниточку, все так тяжело, все так страшно, вот, все, Алина попробовала, ничего не страшно, все легко вышивается, вот, тоже говорили, страшно там, ой, все, такой, правон ужасный, от вышивай, ром, вот, попробовала, ну, можно вышивать, но, конечно, много ниток, понятно, чем четче изображение, тем больше цветов, хотя здесь немного цветов, тридцать шесть, ну, вообще, вообще не страшно, просто нужно попробовать, и к каждому процессу нужно найти подход, просто освоиться, вот, Dimensions тоже, когда начинают рукодельницы, вышивальщицы вышивать, тоже вначале говорят, ой, Dimensions, он такой страшный, вот, все, я попробовала, вышивая Rude Dimensions, отдыхалочка, ничего уже не страшно, все можно, к всему мы привыкаем, осваиваемся, все можно вышивать, вот, такие у меня итоги февраля месяца, февраль был очень таким быстрым, сколько у меня процессов было, получается, в работе, в феврале месяце, у меня было в работе, сколько было, шесть процессов, представляете, я даже не заметила, вот, чуть-чуть того, чуть-чуть всего, и вот так вот получилось, ну, вот, такие у меня новости, спасибо, что вы были со мной, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, я всех люблю, целую, и до новых встреч в новом видео, пока-пока!